Итак, всем привет, с вами Дабгай, продолжаем играть за Канаду, в прошлой серии мы уже подошли вплотную к войне, там она уже началась в Германии, нас уже просят оказать помощь, мы пока что не будем, пока вот эти войска отсюда не доедут, плюс можно уже задепловать вот эти войска и начать обучать новые, и их тоже отправить туда, пока что пока не доезжает, пускай еще последние крупицы мы фармим здесь, плюс сейчас фокусы вот здесь вот под исследуем, да, надо бы на самом деле военопыт получить, надо бы политку вообще получить как-то, но я не вижу, как ее можно получить здесь на самом деле, у нас, только если фокус не брать, но куча фокусов здесь нам реально нужны, допустим, вот это тоже, вот здесь вот есть политка, давайте туда и пойдем, и как только до сюда едут, мы вступим в войну и постараемся помочь Инди победить вот этой вот трехсторонней гражданской войне, поехали. Кстати говоря, Беларусь здесь передала и перешла на сторону интернационала, там еще и Прибалтика развалилась, в Германии позиции так себе, но я верю в то, что они все равно смогут хотя бы продержаться, пока мы не вступим в этот конфликт. Тут появилось, французы хотят объявить войну, я вот только заодно боюсь, чтобы это не помешало нам потом с Германией договариваться, но сейчас не время, нам нужно сначала по максимуму своих сил приложить в Бхарате, и я думаю, я бы уже начал планировать вот такие вот высадки сюда, потому что если мы сможем открыть здесь где-то второй фронт, то это нам очень-очень поможет, поэтому давайте вот так, и часть войска отсюда мы тоже добавим вот сюда, остальные все войска пускай продолжают сюда движение, как и было запланировано. Пробуем напасть с двух сторон. Тут прям говорят нам начать атаку, но нет, ребята, подождите, подождите, вон под эту фону, мне интересно, что здесь будет за вент, кстати говоря, там какой-то поднимет мировое напряжение, но мне нужна вот эта политка и нужен этот мэн пауэр. Почти готовы мы доделывать наши самолеты и начать их производить, но не прямо сейчас. Французская республика в итоге напала на французскую коммуну, что поделать? И сейчас за собой Португалию позовет. Ух, это будет фиаско, как говорится. Надеюсь, что нет, потому что, опять же, Бхарат нужно победить как можно раньше. Победим в Индии, потом победим здесь, потом уже победим в Европе. И, возможно, плюс-минус где-то между победим высткой из Ирландии. И да, они позвали Португалию, и это просто отвратительно, Португалию сейчас просто задавят. Я не вижу, как они могут продержаться. Ну, видишь, как обычно. Но что нам поделать? Давайте отзываем добровольцев отовсюду. Эти армии пора уже объединить. Самое главное, в Италии мы нашу победу смогли, так сказать, сделать. Единственное, сейчас туда французы придут, и ситуация ухудшится. Но через кучу этих гур вряд ли они смогут так просто пройти. Тем не менее, нам нужно побыстрее справляться с Бхаратом. И я трачу наш опыт, накопленный на доктрины. Перед этим взяв, конечно же, все советника на минус стоимость. И, на самом деле, нам нету больше времени ждать. Ой, а можно как-то вот так вот аккуратненько вот сюда только, да? Без Франции. Нет, нельзя. Призываешься, сразу везде призывайся. Ох, эта игра, как обычно, меня радует такими мелочами. Но что поделать? Отделяем наш флот, и будем сейчас планировать наши боевые действия, что нам остается. К сожалению, флот, видите, только к октябрю достроится. Вериодически у нас еще со стали бывают проблемы. Потому что постройка такого флота требует очень много стали. Но ничего, я думаю, как-то справимся. Надо, на самом деле, нам очень много конвоев построить. Уже стоит начать этим заниматься. Не хватало нам событий еще Япония, она объявляет в Германии, но это, в принципе, ожидаемо. Так, у нас большая часть войск на позициях. Давайте попробуем пробиваться, где мы сможем. Хотя какая большая часть войск на позициях нет? У нас большая часть войск еще вон доплывает. Здесь то же самое, буквально. Так что, ну, движемся, движемся. Гавайях хотят купить легкий крейсер, держите. 3 ТНП, звучит выгодно. И нам нужна палитка, чтобы поставить себе экономику. Где только взять эту палитку? Вот мы поддержали изгнанников и получили хотя бы часть. Построим теперь военную экономику. Кучу у нас тратить с фабрик на торговлю. Такова цена этого флота. И давайте что, пойдем дальше вот до сюда, пожалуй, да. Да, это выглядит очень неплохо. Вот эти два фокуса. Вот этот фокус нам очень нужен на самом деле, поэтому давайте-ка пройдем, наверное, вот сюда. За организацией будет полезнее прямо сейчас, а потом возьмем вот эти все фокусы. Ну, как я и говорил, Португалия ожидаемо потеряна. Но здесь мы более-менее успешно продвигаемся. По ощущениям, что в Германии... В Германии все стоит очень ровно. Плюс еще Австрия не вступила в войну, а это тоже неплохая такая сила. Так что я думаю, этот конфликт будет очень долгим. Там, кстати говоря, есть возможность встретиться с Рейхспактом, но давайте сделаем это чуть попозже. Итак, мы пробуем начать наступление здесь. Все войска доехали. Здесь вот теперь уже точно почти все. Осталось только четыре вот этих. Но этими всеми мы набрали полный бонус планирования и можем начать пробиваться. Попробовать. Наша авиация еще не успела отстроиться нормально, поэтому бонусов реальных мы не получим. Но что есть. И я вижу, на мне хватает каких-то самолетов. Да, точно. Я вот сюда вот отправил их. Потому что здесь высаживались на Среднению. Я надеюсь, они микроимпакт какой-то дно внесли. Можно их возвращать обратно. И до начала постройки реально наших самолетов еще далеко-далеко. Опять-таки, потому что мы строим очень мало военных заводов. Но это все ради флота. Только флот этот достроим, я думаю, мы сократим производство. Ну, вот эти единицы все достроим. Сократим производство, будем больше строить конвоев. Нам не хватает. И потом уже эти фабрики отправлены на военные заводы. И здесь, не знаю, стали будет намного меньше потребляться. Потому что сейчас потребляется просто какое-то космическое количество. Я вообще не уверен, что это адекватно. 400 стали на 37 верфей. Выглядит очень большим количеством. Но, допустим, верим. И вот высока пошла. А вопрос, кто сюда? Блин, конечно же, морская пехота поедет вот сюда куда-то, а не в эту провинцию. Но, допустим, там всего одна дивизия. Это очень хорошие шансы. Кстати говоря, вот эти вот войска, что мы здесь тренировали, уже какие-то деплойнули. Шансы очень хорошие. И я бы сказал, мы реально сможем эту провинцию взять. Давайте-ка сделаем даже вот так. Да, они еще начали неудачно атаковать нас. И мы получили здесь второй фронт, на котором прямо сейчас войск никаких нету. Поэтому нам просто срочнейшим образом надо будет наступать. Возможно, мы сможем завершить эту войну намного быстрее. И это будет очень классно. А Марокко решила вступить в Монтанту. Они хотели... Они вроде в Рейхспакте состояли. Давайте. Почему бы нет? И мы взяли здесь Калькуту. Единственное, нас сейчас... Здесь микро окружают. Но здесь Калькута, это новый порт. Так что нормально. Я бы, наверное, убрал здесь вот это. Чтобы они не занимались огненными, или куда не надо. Вот типа такого. И нужно сейчас просто удержать эти позиции. И пока они туда-сюда отводят. И здесь, видите, без снабжения много войск. Мы просто сможем пробиться и закончить эту войну. Кстати говоря, Федерация напала на Харат, а не на нас. И это успешно. Это очень удачно. Добьем сейчас вот этих ребят. Потом Берманский союз. Потом, там, возможно, Деканскую Федерацию. И Димития будет един. И будет очень важным ресурсом в нашей войне. И мы сможем наше внимание, так сказать, сфокусировать на чем-то еще. Потому что, допустим, посмотрим вот так. Это очень в неудачном месте война для нас, да? Лучше туда ресурсы какие-то не направлять. Но после того, как это пройдет, пройдет Декан, сможем мы заняться какой-нибудь Южной Америкой и Центральной Америкой, возможно. В Штатах там еще гражданская война будет долго идти, по ощущениям. Хоть и вот этот вот союз Лонга очень успешен. Здесь тоже не менее успешные страны. Они держатся очень уверенно. И я думаю, буду держаться еще очень долго. Вот. И после того, как мы здесь что-то уже сделаем, мы, я думаю, поедем в Британию. Кстати говоря, Британия высадилась в Ирландию и ее заняла. И заняла Исландию, что неприятно. Нам нужно будет высаживаться туда-обратно. Кстати говоря, наши союзники уже перебросили какие-то войска. Это тоже очень успешно. Очень удачно. Нужно продолжать давить здесь. И вот мы сейчас поделили пополам фронт в Индии. Тоже очень успешно. Здесь войска все будут просто ликвидированы. У них там еще и портов нет. Все, они просто там догорят. И здесь мы тоже добьем все, что останется. Эта война почти закончилась. Супер. А вот и капитуляция. Давайте, знаете, как мы сделаем? Весь наш счет мы будем тратить вот сюда, в Доминион Индию. Вот примерно вот таким вот образом. Да, чтобы Доминион Индию точно свои территории получил. Типа вот как-то вот так. Ладно, вот это мы не будем требовать. Но вот это все точно для Доминиона. Не дадим ничего. А единственное, наверное, вот здесь вот можно было бы нам самим. У нас еще будет. Да, что-то будет. Вот это можно и нам получить. Честно говоря. А, подожди, все претендуют на эти регионы, да? Допустим, мы от этого откажемся. Декан сюда претендует. Ладно, нет, давайте не будем от этого отказываться. Мы первые сюда претензии закинули. И еще мы сделаем так. Это мы все заберем. А у декана вот это мы заберем. А следующая война, которая будет именно с ним. Так я же не забрал ничего до себя. Извините, нет. Отлично. Если сравнивать... Блин, у декана намного больше армия и военных заводов. Но вместе с нами нет, не больше. Теперь вопрос следующий. Когда они начнут воевать друг с другом? Я бы хотел, чтобы как можно быстрее. Вопрос, возможно ли это? Твет неизвестен. Давайте сразу будем перебрасывать вот эти войска сюда. К минимуму, да? Будем планировать наступление здесь. Вот эти войска у нас... Давайте вот эти. Пойдут, пожалуй, вот сюда. И вот эти пойдут вот сюда. Главное успеть на все позиции доехать. И сюда стоит поставить генерала. Давайте вот этого. И поехали все по позициям. Надеюсь, что это как можно быстрее начнется. Потому что, ну, если мы не будем помогать Индии, она проиграет. Почти наверняка здесь, видите, реально намного больше промышленность. Намного больше армия. Так что стоит им обязательно помочь. Она вам просит инвестиции. И я бы хотел дать, но... 10тнп. 10тнп, ребята. Обещающая прибыль в течение года. Блин, ну ладно, это всего лишь на 30 дней. И если потом будет какой-то баф, это того, допустим, стоит. Вот и сообщение из Индии о войне с Деканом. Отлично. Вот они, да, возвращают к Калькутту через 35 дней. Эти пары не на позиции, эти не на позициях. Это не так хорошо, но какие-то силы здесь есть. Главное... Ну вот эти мы сейчас можем сюда потом отбросить. Главное здесь наступление очень успешно провести. Можно чуточку расширить фронт, пожалуй. Да. И в принципе у нас бонс от планирования максимальный. Будет более-менее нормально еще. Вот и пошла война. Мы можем сразу попроситься? Да, можем. Здоров в восстание. Можно в войну войти? Примите. Ау. Игра. Вступить в файну? Почему... Это не работает? Что это был за бред сейчас? Ладно, из-за этого бреда мы, видимо, окружим там сколько? Одну дивизию? Да не так плохо. Но все равно неприятно. Ксения здесь пускай третья, чтобы захватывали быстрее. А здесь... Они уже почти на позициях. Удачно. Нормально все будет, значит. Продолжаем здесь воевать. И Индия почти готова. Бирма капитулировала. Там еще остались микровойска, которые мы здесь добьем. Очень удачное для них расположение здесь. Здесь мы тоже потихоньку двигаем фронт, как и здесь. Здесь, кстати говоря, их не хватает. Я бы сказал, удачное стечение обстоятельств. В Киевске мы дошли по фокусам до военной пропаганды. Потом еще на связь с лоялистами выйдем. Но в первую очередь политка. Политки не хватает. Мы очень отстаем по всем вещам здесь. Но хотя бы по войне не отстаем. И вот мы добиваем уже здесь окружение последнее. Здесь тоже микроокружение. И остались буквально только самые-самые последние войска на юге Индии. И большую часть войск как раз-таки мы победили. Да. Ну и без разницы. Все равно все отойдет Индии. Но очень важно, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Иначе потом пробиться сквозь Индию здесь очень сложно. И мы справились с нашей задачей. Вот и острее вступила в Вельдкриг. И я думаю ситуация поменяется. Сейчас Германия очень давит, кстати говоря. Вот и настала капитуляция. Забираем все Бирму, как я и хотел. Остальное помогаем просто Канаде... О, Индии все скушать. Да, ничего нам не просим. А флот мы не можем попросить. Ну, да, получается. Все, вот она, Индия едина. Теперь у нее там откроются полезные фокусы. Собственно говоря, вот эти вот объедините. Надеюсь, она их побыстрее возьмет, потому что они очень сильные по многим вещам, да. И посмотрите на эту промышленность. Она нормальная для среднего союзника. Но это еще не лимит. Дело в том, что здесь много территорий ненациональной, да. То есть, и это все еще она национализирует по своим фокусам. Поэтому мы и стартанули это пораньше. Вижу я, что в Южной Америке ситуация так себе. Очень так себе. И нужно нам здесь как-то спасать эту ситуацию. Вижу еще Либерия. Францию побеждает. Это надо поменять. Отправляем вот эту армию. Наша основная армия. Даже не знаю, куда бы ее стоило расположить. Возможно, мы ее расположим где-нибудь в Африке сейчас. Сделаем выставку в какую-нибудь Бразилию. Нет, давайте, пожалуй, сделаем выставку в Мексику в первую очередь. Да, она все-таки поближе к нашим границам. Давайте сначала обезопасим побольше нашей границы. Поэтому всю эту армию сюда сейчас переводим. У нас есть вот эти вот дивизии. Кстати говоря, у нас здесь морские пехотницы обучаются. Вот эти дивизии давайте отправим вот сюда. И вот этой армии мы будем готовить выставку. У нас здесь есть, собственно говоря, вот порт. И из него мы попробуем пробиться, наверное, куда. Куда-нибудь попроще. Здесь везде такие себе территории, джунгли. Хотелось бы мне пробиться куда-то в удобную территорию. Удобную местность. Вот сюда, допустим, да. Что будем вот так плыть? Ну, как будто да, как будто... Вообще, давайте начнем с вот этого. Но хватит ли здесь расстояния? Вроде хватает. Давайте, да, тогда планировать выставку из Панамы. Выставку вот сюда. По той простой причине, что здесь хорошая местность. И поехали. Вот эту армию тогда нужно будет гарнизонами раскидывать куда-то уже вот сюда. Не очень по снабжению, но зато отсюда можно будет очень легко потом, ну, намного быстрее, намного легче перебросить эти войска непосредственно в Мексику. Плюс еще вот здесь вот проходят вражеские войска. Но я вижу, что Российская Федерация успешно их защищает, нашу территорию. Так что все окей. Но на этом, я думаю, серию можно подзакончить. Война уже началась в самом разгаре. В Европе Германия потихоньку взлет позиции. Но с вступлением Австрии, думаю, ситуация чуть улучшится. Но тяжелая, потому что Испания единая, Италия единая, Россия против них. Все очень сложно. Но мы хотя бы им помогли. А нет, пока нигде. Индия. Ну, считается, что мы помогли им, но на самом деле не особо. Да? Так что мы им поможем с Америкой, Центральной Южной Америкой. И они уж пускай попробуют продержаться. Возможно, параллельно, после того, как мы закончим с Мексикой, мы начнем наши попытки высаживаться сначала в Исландию, затем в Ирландию и затем уже на, собственно говоря, Британские острова. Почему так попозже? Потому что хотелось бы мне еще достроить вторую волну наших тяжелых крейсеров. У нас их уже во флоте небольшое количество имеется. То есть вот они, да? Если подстроим еще, я думаю, уже будем чувствовать себя покомфортнее немножко. Вот. Ну, а на этом, как я уже говорил, все. С вами был Доплейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.